В Туркменистане состоялся саммит глав государств учредителей Международного фонда спасения Арала. Президенты обсудили сложившуюся экологическую ситуацию в регионе и наметили план действий. Айгуля Дилова подробнее. Огромный аквариум под ногами и муляжи рыб под потолком встречают глав государств в холле Конгресс-центра. Они как напоминание о богатом когда-то и находящемся в бедственном состоянии сегодня Арале. Некогда четвертом в мире внутриматериковом море-озере. В его водах обитало 200 видов рыб. Все, что осталось, одна десятая часть от прежнего объема воды и небольшая популяция рыбы. Спасать Арал нужно вместе, сообща. Готовность к такому диалогу в атмосфере дружбы и взаимопонимания и была продемонстрирована главами государств. За полвека Аральское море практически умерло. Уровень воды понизился больше, чем на 20 метров. Площадь поверхности уменьшилась в 9 раз. Объем воды в десятки. Каждый год с высохшего дна Аральского моря ветрами поднимается до 100 миллионов тонн ядовитых солей. Они разносятся пыльными бурями на многие тысячи километров. Ухудшается здоровье людей и состояние экосистем всех стран, как нижнего, так и верхнего течения. Нурсултан Азарбаев во всех подробностях рассказал, к чему привел уход моря. До 80 миллионов тонн соли и всяких химикатов, которые пришли сюда с орошаемых полей, поднимаются вверх и распространяются от Западной Европы до вершин Гималаев. Даже в Северном ледовитом океане находят следы этих. В створе моря очень большое заболевание онкологическими заболеваниями. Смертность детей, матерей, природах и так далее. Это все в статистике известно. Но мы со своей стороны договорились совершенствовать работу фонда. В узком кругу мы откровенно, честно обсуждали, чего нам не хватает. Что 20 лет назад принятые решения, они сейчас устарели. Нам надо посмотреть все руководящие исполнительные органы фонда. Исполнительный комитет. Были очень дельные предложения о том, чтобы с научной точки зрения, современной, подойти туда. И единственное спасение – это укрепить соль на дне, то есть зелеными насаждениями, которые ученые нам предложат. Водные ресурсы трансграничных рек Центральной Азии – это общее достояние. И от того, насколько разумно их будут использовать, зависит судьба миллионов. Более того, очевидно, что сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутренняя региональная проблема. Было подчеркнуто необходимость укрепления сотрудничества между Международным фондом спасения Арала и Организацией объединенных наций, придания ей системного и долгосрочного характера. С принятием 19 апреля нынешнего года Генеральной Ассамблеи Организации объединенных наций резолюции о сотрудничестве между Организацией объединенных наций и Международным фондом спасения Арала, то есть инициированный Туркминстаном, такое взаимодействие призвано обрести, конечно, предметное содержание. Безусловно, совместные усилия позволяют достичь некоторых результатов. Существенно улучшилась экологическая обстановка в нижнем течении Сырдарьи. Понемногу восстанавливается Северный Арал. Там уровень воды держится на стабильной отметке в 42 метра последние 8 лет. Соленость воды снизилась в несколько раз, а значит, восстанавливается флора и фауна. За 15 лет объемы вылова рыбы увеличились в десятки раз, но и этого недостаточно для решения проблемы в глобальном понимании. Анализ текущего состояния бассейна моря показывает, что несмотря на наши усилия и некоторые успехи, степень роста угрожающих экологии факторов опережает масштабы принимаемых нам и мер. К ним относятся как к климатическим изменениям, так и несогласованная водохозяйственная деятельность наших стран. Нельзя не отметить и недостаточную эффективность деятельности самого фонда, потенциал которого на сегодняшний день используется не в полной мере. В этой связи сегодня в узком составе мы подробно и доверительно обсудили актуальные проблемы и необходимость совершенно нового подхода к работе нашего фонда. И задачи МФСА направлены на повышение эффективности, организации, координации наших усилий. Фонд «Спасение Орала» – это такая платформа, благодаря которой и удается принимать конкретные меры по спасению моря. Фонд, по сути, привлекает инвестиции для решения оральской проблемы. И сейчас важно обратить внимание на его модернизацию. Пока же имеющийся потенциал не реализован в достаточной мере. Нурсултан Назарбаев представил свое видение решения глобальных вопросов. Во-первых, нужно усовершенствовать организационную структуру и договорно-правовую базу. Как только юридические вопросы будут решены, можно будет приступать к внедрению передовых технологий. Настало время вводить цифровизацию и автоматизацию в систему управления распределения и учета мониторинга водных ресурсов бассейна Оральского моря, в том числе и их качества. Это обеспечило не только прозрачность, использованная в этой стране, но и укрепило взаимодействие между нами. В рамках программы действий и показаний помощи странам бассейна Оральского моря необходимо делать упор на реализацию региональных проектов. Такой подход позволит существенно повысить результативность принимаемых нами мер, масштабировать положительный эффект. В нынешних условиях важно вернуться к вопросу создания Международного фонда энергетического консорциума Центральной Азии, как правильно было сказано, с участием международных организаций. Чтобы мы знали, мы сегодня говорили, как решается вопрос в Европе бассейна Рейна. Мы говорили о том, как решает нафта в Южной Америке. Мы говорили о том, как решаются тигры и фрат здесь. То есть в Африке как решаются. Эти проблемы есть, они решены. И нам велосипед придумывать здесь не надо. Надо ввести в русле международное право. Понятно, что эти меры невозможно реализовать в кратчайшие сроки. Поэтому от стран сегодня требуется скоординировать совместные действия. По итогам саммита главы государств приняли совместное коммунике. Главы государств выразили обеспокоенность усугублением Аральского кризиса и его негативными последствиями. Растущим числом и интенсивностью стихийных явлений. Ускоренным таянием ледников в условиях глобального изменения климата. И призывают институты ООН, международные и региональные организации к сотрудничеству для решения этих проблем. Стороны признали важность консолидации усилий для комплексного решения проблем, связанных со здравлением социально-экономической и экологической обстановки в бассейне Аральского моря. Особенно в зонах, подверженных экологическому кризису. Из совместного коммунике Совета глав государств, учредителей Международного фонда спасения Арала. Очень важно принимать согласованные меры, направленные на снижение выбросов воды, атмосферу. Необходимо проводить работу по недопущению деградации земель, увеличивать площади лесопосадок. Благодаря этому снизятся и риски возникновения стихийных бедствий. Все это президенты особо подчеркнули в совместном заявлении. Мы очень откровенно, очень конкретно, доверительно. Я бы хотел вам сказать, что были и многие-многие вопросы, нелицеприят, как вам сегодня. Были и за, и против. Но мы договорились об одном, что надо от разговора, от бумаги переходить к конкретным делам. Четыре дня песчаной бури. Она оказала очень большой вред сельскому хозяйству Туркменистана и Узбекистана. Очень большое она оказала катастрофическое свое оказание на здоровье людей, которые живут при Аралии. Нурсултан Азарбаев отметил, что эта встреча – знаковое событие международного масштаба. Она, безусловно, придаст новый импульс процессу региональной кооперации в вопросах использования водных ресурсов и улучшения экологии. Все предложения, о которых сейчас не перечислились, они в коммунике имеются. Уважаемому президенту Туркменистана, как председательствующему, мы попросили обобщить все наши предложения. И исполнительному комитету, представителям всех наших стран поручить разработать четко, что мы будем делать от водно-энергетическими консорциями до исполнительных органов. Я очень удовлетворен проведенной работой. Очень серьезное обсуждение было. Это было очень необходимо. Надеюсь, теперь заседание фонда будет постоянным. Приоритеты и задачи определены. Их решение имеет принципиальное важное значение для процветания всех стран региона. Меньше двух недель прошло после исторического октаусского саммита, так как снова на Каспийском побережье, только на его юго-восточной стороне, уже в Туркменистане, решается судьба другого водоема. Море, дававшего жизнь целым регионам, кормившим миллионы моря, после ухода которого ушла и сама жизнь. Очень медленно, но она все же возвращается. В безжизненной пустыне, выжженной безжалостным солнцем, на земле обожженной миллионами тонн соли, появляется вода. И там вновь слышится детский смех. Но процесс этот, безусловно, не такой быстрый. Когда-то этот природный оазис доверчиво открылся человеку. Он же неразумно вмешавшись в его судьбу и положил начало конца. Восстановить полностью то, что создавалось природой на протяжении тысячелетий, едва ли представляется возможным. Но страны сегодня готовы совместно работать над исправлением грандиознейшей ошибки прошедшего века. И контуры предстоящей масштабной работы уже четко видны. Айгуль Адилова, Айдос Медельбеков, Руслан Жакеев, Хасено Маркулов. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Туркменбаши.